Я хочу торговать на какой-либо площади в Боровске, так как я здесь живу. Я торгую ягоды, огурцами, капуста. Анна одна из тех, кто ютится со своим товаром у остановки торгового центра Европа. Раньше здесь располагался рынок, который в народе прозвали «Поле чудес». В этом году территорию между торговым центром и жилым домом выставят на рейтинговое голосование. Здесь видно, что это пространство, которое сейчас в виде стихийной торговли благоустроено. Имеется тротуар с покрытием плиточным, имеются навесы. О том, чтобы облагородить это место, разговоры идут давно. Огороженная территория с навесами, освещением, лавочками для отдыха – мечта Анны и Елены. Последней сейчас приходится подпирать бельевую сушилку снегом, чтобы не растерять свой товар. В весенний, летний период народу много торгуют своими рассадой, с огорода продают товар, овощи выращенные. Конечно, им удобнее было бы не сидя там на лавочке, а в хорошо оформленном помещении. Такая идея, конечно, нас устраивает. И бабушки, которые рядышком здесь живут, им не тащиться где-то куда-то на окраину с этим ведром картошки. Они придут и продадут его людям. Изменится ли эта территория теперь зависит от нас. С 15 апреля по 30 мая в Соликамске, как и по всей России, пройдет рейтинговое голосование по отбору объектов для благоустройства в 2023 году. В общероссийском голосовании от нашего округа будут участвовать 6 общественных территорий. Две в сельской местности и четыре в черте города. Еще одно место, которое войдет в рейтинговое голосование – это сквер между дорогой и домом по улице Северная, 58. Если соликамцы выберут его, то в 2023 году здесь появится новое освещение, несколько мест, навесов, где можно будет скрыться от палящего солнца, посидеть, отдохнуть. Конечно же, урны и новые красивые кустарники. Так сквер выглядит в проекте. А вот еще несколько вариантов мест, которые предлагается благоустроить. Среди них пляж в Боровой, площадка под торговлю в Жуланово, памятник в родниках. На сегодняшний день у нас определена, скажем так, визуализация, определена концепция развития той территории, которую мы предлагаем, что мы видим на этой территории. Далее мы заключаем контракт, разрабатываем уже сам проект, по которому мы будем работать и благоустраивать территорию и определяем смертную стоимость. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что решение вопросов, связанных с благоустройством общественных пространств, одно из ключевых направлений в работе региональных и муниципальных властей. Необходимо создавать достойные условия жизни для населения и формировать комфортную среду в каждой территории Прикамья, вне зависимости от ее удаленности от регионального центра. Большую поддержку в этом вопросе нам оказывают федеральные и национальные проекты. Надо очень ответственно и грамотно подходить к реализации предоставленных региону возможностей. Один человек сможет проголосовать один раз и только за одно место, преобразует то пространство, за которое проголосует большинство. Все шесть территорий, выдвинутых на голосование от Соликамского городского округа, вы видите на своих экранах. Напомним, за пять лет реализации проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент России Владимир Путин, на территории нашего края благоустроено свыше 1800 дворов и порядка 520 общественных пространств. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил около 5,5 миллиардов рублей. Онлайн-голосование в этом году стартует 15 апреля. Ссылки на него появятся в ближайшее время. Мы расскажем вам обо всех этапах.